Мужчины должны знать, что женщина реально может слушаться, только если она видит, что мужчина уважаемый человек. И тогда это несложно. Но если он ведёт себя неправильно, ей слушаться такого человека крайне сложно. Это огромная аскеза. Потому что послушание ведёт, эта энергия послушания идёт от самого мужчины. Слушайте, мужчины, внимательно. Когда мужчина принимает женскую природу не только как объект наслаждения, а также как Личность, когда кто-то красивый очень, этого человека трудно воспринимать как Личность. Смотрите, приведу пример. Допустим, на работе женщина рисуется, перед всеми ходит. Её никто не будет как Личность воспринимать. Её будут воспринимать только как объект наслаждения. Ей будут строить глазки. Но функции она на работе своей не сможет выполнять. Но если она ведёт себя строго, тогда к ней будут относиться как к Личности и уважать её, а не наслаждаться её красотой. Чувствуйте разницу уважения и наслаждения. Если мужчина наслаждается женщиной, он её уважает или нет? Он её использует. Поэтому мужчина также должен научиться и уважать свою жену. Это аскеза. Потому что хочется эксплуатировать её красоту. Когда мужчина эксплуатирует красоту, женщина говорит, слушай, послушай меня, я тебе кое-что хочу сказать. Меня ничего не волнует. Пытает целоваться и так далее. Это эксплуатация. Но когда женщина видит, что он только целоваться хочет, а выслушать не хочет, она чувствует, что она не может так жить. Она испытывает большие страдания, потому что послушание в сознании мужчины означает принятие женщины как человека, как Личности. А для этого нужно забыть про её красоту и просто понять, что у неё есть трудности в жизни, что у неё есть недостатки, проблемы, которые она реально хочет донести. Потому что когда женщина доносит об этом, она сразу же успокаивается и может всё преодолеть. Причём ей даже не нужно подсказывать. Наоборот, когда мужчина пытается за неё решать её проблемы, женщина часто очень сильно протестует. Потому что её цель отношений — это чтобы мужчина просто дал поддержку.